всем доброе утро у меня тут варятся макароны все уже сейчас буду сливать их и все буду делать мясо достала курицу сейчас она у меня тает и все макароны вот так промываю я масло тает ой что гоша выпил коктейль все выпил расскажи какой коктейль ты пил молодец так все лапша моя готова моя на улице ваня скоро у нас будет каши так у нас сейчас уже каша вообще вы гляньте что творится у нас я гружу в деревнях такого нету вы гляньте это это же ужас грязь жуткая и никого нет заметьте заметьте все сидят соблюдают карантин все боятся страшно что там говорить то правда у меня Маша сегодня заявила я на улицу я говорю здрасте приехали всю зиму я отправляла ее иди гуляй она ой неохота ой да ой холодно сейчас ей на улицу люто надо карантин все да карантин все объявили все никого нет на улице совершенно у нас все равно если бы нет карантин тут бы дети бегали но тем более Маше эту неделю нужно пересидеть в любом случае вот так а я кстати покрасила голову покрасила сейчас немного погодя буду собирать все принадлежности завтра же мы едем в больницу с вами кардиологию перчатки маски бахилы все буду складывать антисептики вот эти вот мне обещала свекровка привести антисептик у меня нет в дом в общем так что в полном вооружении будем ну хоть какие-то меры предосторожности все равно нужно соблюдать как никак тем более это больница но хорошо что кардиология тоже тем что ну я там думаю что наверняка особо сильно нету таких заболевших да именно какими-то простудными заболеваниями а вот в областную я конечно мне придется зайти потому что нужно будет забрать машин документы для подготовки на госпитализацию квоту оформлять раз в год оформляем и уже повторно едем уже без документов то есть просто как экстренно там нас вложит в больницу вот так что вот в областную там конечно пик такой не особо так сказать ну заскочу быстренько надеюсь что все обойдется дай бог я конечно переживаю я до некоторого времени как-то относился но никогда тут с каждым разом все как-то накаленней накаленней ситуация становится и как-то все равно опасения какие-то все-таки есть так что вот так друзья ладно сейчас наверное займусь и мясом или попрошу мужа он у меня сегодня в ночь идет завтра кстати с ночи и мы едем вот он сегодня пришел с ночи ну вот он уже немного поспал и я думаю что он сейчас мясо порежет так что ну что приготовила я принадлежности которые завтра нам понадобятся взяла перчатки одноразовые обязательно будем одевать при входе в больницу это вот нам в кардиологию в троем в ваню саша и я и мне в областную ну и одни про запасы взяла вдруг пороться или мало ли чего пускай будут взяла масочки обязательно так и взяла басилы сейчас я их сразу приоткрою потому что чтобы меньше там было проблемах с этим открытием вот ну и в общем вот так а ну еще будет антисептик еще с собой положу всем доброе утро мы уже приехали и первого заехали точнее вот машин очень мало люди все на карантине что в общем кошечки просто в начале шестого мама встала его скорее подскочил они с бабушкой остались маша ваша я Так что сейчас сходим к врачу, и я вам расскажу, что врач сказал. В общем, все потом у нас прошло. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну что, все, съездили в больницу, едем домой. Ничего страшного особо не нашли. Также блокада правого кучка у нас сохраняется. Но нужно будет сдать какие-то сердечные маркеры, сказал доктор. И суточный монитор повешаем. Но сейчас торопиться не стоит, она сказала. Потому что сейчас такой пик, ну и нету прям такой надобности. Прям вот сейчас именно создавать какую-то панику. В общем, сделаем монитор. И через полгода ЭКГ также повторять. Ну и в принципе, если все там в порядке, то на спортивной секции нас сказали допустят. Так сделали УЗИ сердца. УЗИ сердце здоровое показало. Но по ЭКГ блокада просвечивается. Вот это пучок этой правой ножки там. Ну это в принципе, может быть то, что он отболел у меня. Вот простудным заболеванием. Такое тоже может быть. То есть нужно делать монитор. Вот. В общем, сделаем монитор, а там уже дальше будем смотреть и наблюдать. Ну и все, забежала я к Маше в больницу, забрала документы. Все, сейчас нужно будет идти оформлять фото, чтобы ехать. В общем-то, вот так. В принципе, нормально все, удачно съездили. Поехали мы домой. Так, ну все, я уже дома. Мы приехали, взяли бабушку, увезли домой. Потому что, чтобы она по автобусам не ездила. То есть все сделали как честь по чести. Ну и, в общем, мы уже записали Ваню на суточный монитор. Завтра уже к 9 часам нас пригласили. Так, что еще? Я сейчас приехала быстро, смыла весь макияж. Потому что, ну, все равно полдня по больницам. Пока в магазин тоже заезжали. Нужно было кое-что докупить. Сейчас все покажу. Я в промежутке этого времени, пока мы домой приехали, эту бабушку забрали. Я завела хлеб. Он меня уже, пока мы ездили, увозили. Уже, значит, поднялся. Я его сейчас буду выпекать. Вот. И сейчас вам покажу, что мы купили. Кое-какие продукты, в общем. Это у нас с ленты. Значит, взяли хлебушка черный. Так, молоко. Еще молоко. И еще где-то молоко. Так, кефир взяла. Кефир, может быть, попьем. И еще у меня там яблочки остались. Наверное, пирог. Но не сегодня, завтра, наверное, сделаю. Скорее всего, еще одно молочко. Так, и дальше капусту взяла. Так, капусту вытянула у нас на... Ой, сколько? 86 рублей. Вот. Так, дальше. Две пачки дрожжей. Так. Капуста морская. Вот это их. Мне тоже нравится. И бананы. Бананы. Бананы уже 76 рублей. Это были 71, уже 76. Дрожает все на глазах. В общем, это вообще с ума сойти. Так, а это со светофоров. Светоформишки у нас закончились. Практически там мало осталось. Гоша просил докторскую колбасу. Взяли. Так. Колбаса, по-моему, по 300 с чем-то рублей уже тоже. Так. Вафли. Так. Масло. И мешки для мусора. Все. Еще... Сейчас покажу вам, что мы взяли. Так. А еще взяли мы молоко. Молоко взяли в упаковку. Здесь 12 штук. Вот. Ну, такой вот. В общем, это молоко хранится долго. А то мы выпьем. И, в общем, чтобы в магазин нам не ходить. И детей не посылать. Значит. Вот. Мука есть. Все. В общем, пока. Все. Ну, завтра придется. Завтра придется на монитор. И, в общем, еще завтра мне нужно будет довести ксерокопии, чтобы Маше готовить документы. К вот эту я сегодня завезла доктору карточку. И вот это вот направление от нашего этого пульмонолога кемеровского. Ну, то есть нужно все ксерокопии. И она будет делать. Уже они оформят. И все. До 27-го, чтобы там, что если изменится, не изменится. Как поедем, мы не поедем. Да. Мало ли там всяко может быть карантин и все прочее. Строжайший. Кстати, с завтрашнего дня вроде бы как бы объявили карантин. Прямо ни записи, ничего вести с ним было. То есть, если мы еще сегодня успели по записи пройти, да, доктора, кардиолога. А завтра уже все даже отменяться будут все записи. То есть, будут переноситься пока. Ну, вроде бы как бы так. Я поняла. Ну, вот. Завтра еще переговорю с нашим педиатром про вот эти вот маркеры, которые вот сердечные. Там их несколько наименований. Я так на память не запомнила. Ну, у нее спросила. Я говорю, они платные или бесплатные? Как вообще в инвитро, может быть, сдается или у вас свободно. Она сказала, какие-то в инвитро какие-то свободно сдаются. Вот. Так что завтра я ей бумажку эту возьму, которую дала нам кардиолог. И она, в общем, сама посмотрит и уже мне все расскажет. Вот так. Так что пока все. Все, все сегодня дела сделали. Устали. Я сегодня в 5 утра встала. Мы поехали где-то без 26. Потому что нам нужно было к 8 там уже быть. А ехать не совсем близко, так скажем. Где-то мы полтора часа ехали. Ну, пока по Кемерову тоже. Ну, по Кемерову, слава богу, пробок там не было. Потому что, видать, за счет этого объявленного карантина машин не так много было по Кемерову. Так обычно, конечно, час пик. Там совершенно невозможно проехать. Ну, то есть проехать-то проедешь. Но это будет очень долго. Потому мы так и поехали. Так что, ну, пока вот так. Так, а я масло разделываю, так скажем. Вот такие кусочки беру. Я в основном беру вот такое вот на макароны. Да, там что-то еще. Если масло, если, допустим, гречку там сделаешь с маслом, если перемешать. А уже такое более подороже маслом в каше. Хлеб с маслом. Ну, в общем, вот так. И всегда вот, чтобы куском не замораживать, я по кусочкам и по мешочкам. И в мразилку, в общем. А что, мои дорогие? Я уже сегодня сделала сухарики. У меня оставался хлеб. Ну, потому что у меня новый. Я хлеб свежий постряпала. А тут оставалось где-то чуть больше полугулки. И я, в общем, сделала сухарики. Сухарики хорошо уходят. И хлеб не пропадет. И сухарики мы скушаем, в общем. Мы немножечко поспали. Приехали, да. Потому что, ну, встали очень-очень рано. И легли поздно. И, в общем, спали все. И дети спали. И мы с Сашей спали маленько. В общем. А у меня Саша еще со второй ночи. Так что, ну, как бы тяжеловато, конечно. Ну, мы справились. Мы съездили. И, кстати, на самом деле, что с завтрашнего дня, на самом деле, все поликлиники прекращают прием. То есть запись, которая у людей была, будет переноситься на другое время, да. На другие дни какие-то. Вот. Так что мы сегодня успели еще Ваню свозить. Ну, вот как-то так. Кстати, я сегодня упала, представляете, прямо на колену. И почти провала штаны себе. Ну, штаны, ладно. Я себе очень сильно разбила коленку. Побежала за документами в Кемерово, замашенными в областную. И мои мальчики меня ждали в машине, а я одна побежала. И, в общем, подскользнулась. Ну, вот это, знаете, такая дорога. Там льдинки. Вот так, как наледь такая. И я случайно вот прям подскользнулся и ушла коленку себе прям очень.